Количество исследований увеличат до 200. Диагностику сердца и сосудов в Сургутском окружном кардиологическом диспансере теперь можно пройти с помощью нового МРТ. Магнитно-резонансный томограф приобретен в рамках национального проекта здравоохранения. Современный аппарат включает специальную программу, которая позволяет своевременно обнаружить отклонения в работе жизненно важного органа на ранней стадии и определить показания для дальнейшего лечения. Сюжет Елены Катковой. В данном случае имеется поражение миокарда. Сейчас покажу. У нас тоже специальная программа. Мы вводим контрастное вещество и потом смотрим, как контрастируется миокард. В реальном времени с точностью до миллиметра врач видит, в каком состоянии находится сердце пациента, его анатомию, отклонения от нормы и риски. Программа «Кардиопакет» исключает погрешности при исследовании жизненно важного органа, обрабатывая картинку автоматически. Данный аппарат адаптирован для исследования сердца. Имеется специализированный модуль для кардиосинхронизации. Так как сердце постоянно сокращается, необходимо, чтобы сканирование шло в определенные фазы сердечного цикла. Вот непосредственно эта техническая опция позволяет сканировать сердце на фоне ритма. Пройти исследование с помощью нового магнитно-резонансного томографа комфортно, а есть освещение, вентиляция, а привычные для подобной техники шумы слышны меньше. Для пациентов с электрокардиостимуляторами противопоказаний больше нет. Сейчас количество больных с имплантированными кардиостимуляторами увеличивается. Это люди пожилого и старшего возраста. И таким образом мы снимаем те ограничения, которые были ранее. Этот магнитно-резонансный томограф позволит нам получить новую информацию, которую мы сможем эффективно использовать для диагностики и определения тактики ведения пациента. Аппарат поступил в окружной кардиоцентр в рамках национального проекта здравоохранения. За первую неделю работы на новом оборудовании прошли исследования 25 пациентов. Томограф оснащен широким спектром программных приложений. Покажет состояние здоровья в головном и спинном мозге, в органах брюшной полости, малого таза, грудной клетки. У меня начались головокружения и потери слуха. И вот ищут причины. Мне понравилось, гудит, шумит, все как обычно. Ничего такого страшного нет. У меня клоустрофобия нет для меня, поэтому все нормально. Мне, как показалось, даже мало, 30 минут. Я бы еще полежала. Количество диагностических процедур в кардиоцентре теперь увеличится до 200 исследований в сутки. Современная диагностика для югорчан станет еще доступнее и позволит своевременно выявлять болезни на ранней стадии. Елена Коткова, Роман Турбин, Вести, Югория, Сургут.